Доброе утро. У вас, наверное, уже день. Девчонки. Покупочки с утра. Варенька на рецепт. Марине, говорю, колбасы. Она говорит, конечно, колбасы. Или какой-нибудь пузатик уже. Пузатик. Ну, такой как бы, как будто бы ты кушала очень много. Ты съела ребенка. Арбуз проглотила. Давай обезье какой-нибудь. Найди. Мариша, только обезье. Там еще. Что мы взяли тут? Картошку взяли. Рыбу, кстати, нашли. Селедку обезье. Обезье 211. Сейчас обезье добавляют. Это рак вызывает, который здесь нет. Огурчики. Огурчики они накачивают, получается. Знаете, как делают? Ставят в холодильник рядом с водой. Огурцы, получается, вот такие вот набирают. Сейчас уже немножко полежали. Вот видите? Уже мягкие становятся. Видите? Огурчики. Но других не было, к сожалению. Там только были длинные. Как бы длинные не очень хочется. Печень Марина взяла для того, что железо в организм бабуляют. Врачи сказали ей сейчас пить железо. Потому что, когда беременны, я пью железо. Ну и перчик. Что-то тут еще. Яйца, баклажаны, помидоры. Томаты в Африкестан. Где у нас мама? Асюша? Выбора-то выбора, да, Марина Николаевна? А пожрать-то я нечего, да? Что это такое? Ну-ка, давай посмотрим. Хоть ничего нет. А тут есть что-то такое химия? Нет? Почитала? Нету? Нету? Нету. Ну ладно. С рыбы пускай лезут. Парочка макарон. Пакси. С рыбически, да? Марина говорит, они хорошие. Ну там с пудетинами возьми еще. Парочка. Давай. Не-не-не. С правой стороны справа. Право вот. Вот это, да, точно. Троечку возьми. Парочку-троечку. Во. И Мариночка. Видите, как я ими командую? Ха-ха-ха. Моя красотка. Ворюшка ищет ракушки для фарширования. Хочет какой-то рецепт забабахать. А что в эти не влезут? Я думаю, что тоже влезут. Трики они огромные. Вообще неудобно. Трики здоровые. Не они, что ли? То же самое, что ракушкой. И туда раз запихнул. Они с одной стороны защиплены. Видишь? Чтоб не вылезало. Ну да. Это импортные же какие-то, да? Маден и что? Италия. Маден и металли. Вот все. Состоящие итальянские. Пришли мы, короче, к творогу. А, она говорит, что яиц надо купить. Вот мы пришли вот оттуда, получается. Приходим сейчас сюда. И сейчас туда пойдем. Творог, говоришь, разбирают. Что за творог-то вообще этот? Ты вообще посчитала, что это за творог? Ну да. Чей он? Ну, на творог, кстати, похож. Пельмонское хозяйство. Шаттер. У нас строительство все идут. Реконструкции. Или как назвать? Благоустройство, да? Да. Так все дело это выглядит. Даже мраморная плиточка сделала. Ну, я не сказал бы, что это мрамор. Хорошо. Это бетон. Хорошо залитый. Но точно не мрамор. Вон расколот. Ну, ты специалист. Да, расколот. Бетон. Точно не мрамор. Ох. Пришли мы, короче, в свой любимый магазинчик. По продуктам решили сегодня пробежаться быстренько. Мариша вчера позвонила, попросила, что поставили. Что, тебе творог? А, молдов. Да, в телотворок поставить, но его уже продали. Букошка. Мы здесь постоянные посетители. Постоянные покупатели, да? Там у них еще программка действует, скидочная. Красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Вкусняшек вот те хочу взять. Вкусно. Перстноголовики. Видишь, перстноголовики, да? Да. Давай возьмем пакет. Давай. Вкусно надо, да. У них просто товар-приемник идет. Маленький говорит, давай возьмем грибов вкусный будет. Сколько пельменей? Машнил. Вкусно их. У меня слюна уже бежит. А у вас чесночка нет домашнего? Ну, как обычный чеснок деревенский. Нет. А будет вы здесь, не знаете? Да. У нас привозили, но у нас очень жарко, а у нас просто высыхает. Ага. Все понял. В магазинах, где мы пытаемся. Да, от него аллергия. Да, от него аллергия. От нас привозили, бороды привозят, да. Сколько пельменей. Просто. Большой криш. Сейчас сквашенная капуста с шпиком, а мэришкой что-то под шкири. Мэришка, хлебушек, едика, купила себе. Такая булочка. Прикольная. Это Мэришка нас любит. Держи. А? Ага. Ага. В общем, ребята. Все полностью фирмерское. Если кто любит настоящую еду, без всякой химии, всякие полуфабрикаты, не стесняйтесь. Посещайте тоже. Молочко сейчас нету. Просто быстро разбирают. А, масло еще, да. В общем, чего только тут нету? Самое главное, что получается все без добавок. Вот это самое главное для нас. Так, вот чаи. Получается. То есть, получается такое. Все домашнее. Да? Все? Да. Сало взяла? А нет, сало. У вас просто сало целое. Вкусненькое. Вкусненькое. Ладно. Двипихи. Подобное здесь. Не вареное что-то было? Прикольно, ребят. Прикольно. Наша стоит. Видите, даже подписали. Хе-хе-хе. Что мы подъедем, заберем. Соленое тоже как-то вкусное. Ну, ребят, садите, какая вкусняшка. Вообще вкусняшка, вкусняшка. Чесночок. Перчик. Сейчас, я думаю, приду. Меганка. Короче, все, ребят. Все накупили. Куда ты там бегаешь? Да, я не знаю, с какой стороной подойти. Короче, полный пакет. Вышло у нас на тысячу... Сколько там? 1250 рублей. Ну, ребят, накупили много. Да, больше килограмма вышли пельмени. Там, 400 с лишним рублей. Это чисто мясные пельмени. Но они действительно вкусные. Дети у нас их любят. Но они, ну, конечно, очень вкусные. Катуральные похожи. Молоко мы взяли. Две больших бутыли. Ну, литровый. Пельмешки, да, считай? Да. Капустные пельмени взяли. Со шпиком. Да, шпик взяли, да. Капустные пельмени со шпиком, я не вижу. С салом. Ну, еще сало отдельно взяли. Еще сало отдельно взяли. Молока взяли, считайте. Ну, много чего набрали. Маска сливочное взяли. Сейчас дома сделаем обзорчик небольшой. А то трясем опять, да? Ну, что у нас получилось? Что мы купили? Мы купили, значит, это мы купили в фермерском магазине. Угу. Два литра молока. Мне даже записали, что мы его просили оставить. Угу. Сало. Сало соленое с черным перцем. Но время брали вареное, но оно не очень вкусное. Вот такое вкуснее. Сало хочу прям. Слюна побежала, у него еще аромат такой. Угу. Пшеничное, ржано-пшеничное хлебушек. Ну, такой достаточно мягкий, и он... Ну, оговорюсь, у нас дома есть хлеб только Марина. Да. И то я ем, пока я беременная. Ха-ха-ха. Конечно-конечно. Мне приятно. Мы поверили. Так, это пельмешки мясные. Пельмена с говядиной. Состав получается вот такой. Кому интересно, на паузу поставите. Это получается что? Это масло сапсунское мы берем. Ну, говорят, да, что оно в пельме более-менее качественное. Поэтому вот его... Дальше мы купили красноголовики. Грибы замороженные. Да, замороженные. Но они уже немножко успели подрастать. Ну, с пельменей тоже уже подрастает. Да, но надо будет сейчас, быстренький обзор запишем ей. Здесь сашины любимые. Капустная. 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 В этот раз не было крашеной капусты или со свежей капустой. Кому интересно, паузу поставите. Получается состав. Почитаете. Два пакетика. Ну, это я один пакетик за раз уминаю. Поэтому... Да. Это у нас из фермерского. Это только из фермерского магазина, да. Соответственно, это... Соответственно, это... Что такое? Не на сало вообще, ребята. Представляете, как это? Это мы были в семье. Я буду делать дальше запись фаршированные. Мы берем сюда, чтобы не поломать их. Дальше мы купили макароны. Мы всегда их покупаем с запахом. Ну, чтобы... Ну, вообще, если честно, я раньше по акции закупал с телегами. И потом на полгода хватало. Маришка, она мне не дает так разгуляться широко. Да. Мы взяли спагетти, больше всего любимые ракушки. Так как вчера звонил, договаривалась по молоку. Хотела творог тоже, этого же краснокамского фермера взять. Творога уже не было. Ну, раскупает. Кто знает уже, кто пробовал, видимо, раскупает очень быстро. Ну, взяли вот такой творог. В семье тоже деревенский взяли. Ну, не деревенский, а фермерский творожок. Это гипермаркет семья у нас, сеть. Ну, вроде как разбирают, там очередь целая стояла. Маринка говорит, ну, наверное, вкусная. Его только привезли, только выложили и сразу. Вот на этом творог похож. Вот так вот визуально, потому что я все-таки из деревни. Как-то вот такой творожок в деревне был. Но не тот, который продается в зеленое село такими вот хлопьями. Сметану тоже суксунскую взяли. Так вот масло берем. Вот, честно, ребята, единственное, что мне показалось, что она какая-то желтит, что ли. А потому что она 30% жирности. Чем жирнее сметана, тем больше похоже на сливки и тем более желтый цвет. Яйца взяли. Ну, яйца Настюха убирала. Надеюсь, разбитых нету. Отбор на яйцо. Ну, сказал, что все посмотрело. Взяли сосиски на прозапас. Ну, это Маринка опять в химии. Ты любит поесть полуфабрикатов. Да. Но без них никуда. Хоть в Германию переселяйся, там этого добра по уму. Печень. Печень взяли... Говяжью. Да, говяжью. Не заморозанную. Среженькую, да, получается? Да. Отлично. Такой внутренский, по-моему, мясокомбинатор. Угу. Что еще взяли? Саша захотел селедки. Взяли селедку. Да, ребят. Смотрели, чтобы... Не было Е211. Очень мало сейчас селедок продается именно без Е. Е211 вызывает рак, но его пихают везде. Даже бабушки сейчас огурцы продают, пихают везде. Давайте там... А наш пермский край, Верещагинский район производства. Наша пермская получается. Да, я покажу, что там ничего такого нету. То есть там получается... Индивидуальный предприниматель. Соль рыба. То есть это, в принципе, хорошо. Дальше. Буду записывать плов постный с шампиньоном. А у тебя есть сейчас такие грибы даже есть. Пожалуйста. Можно было не покупать шампиньоны. А мы сначала купили шампиньоны. Купили для этого же плова баклажаны. Ну, наверное, сейчас лучше шампиньоны сделать. Потому что эти грибы хранятся долго, а шампиньоны, опять же, это... Перчатся даже для рецепта. Перчатся для рецепта. Смотрите, 27 рублей. Вот такая вот штучка, вот такая маленькая. 200 рублей килограмм. Яхтерии вообще цены. Аппонские. Помидоры взяли... А здесь Байджан, по-моему. А так же написано вроде. Здесь написано сезонные, но на этих... Узбекистан? А, Узбекистан. В Узбекистан взяли их. Взяли огурцы. Саша в этот раз говорит, что они... Да накачанные. Рядом с водой... Сейчас многие сети, знаете, как делают? Вот они рядом с водой ставят, в холодильник получается. И огурцы напитываются в воды. Вот видите? У меня прям чувствуется, но других нормальных не было. Еще, ребят, не покупайте в пятерочке чеснок. У меня аллергия пошла от чеснока. И не только одно у меня. У батюшки знакомому точно такая же ситуация. Он читал, говорит, от чеснока именно химического. Вот это вот. В пятерочке. Взяли свежий картофель. Он достаточно крупный. Помытый. Получается. Но он не вымытый, но он такой чистенький. Но картошка у нас дорогая, честно говоря. Сколько? 34 рубля за килограмм. Да, раньше такого даже представить не было. Ну и чтобы не сильно много тащить луковки. Чуть, да. Ну блога не берем, потому что, ребята, он бывает быстро начинает мягким становиться. Это же не домашний лук все равно. В принципе, вот так вот. Если так посчитать, на какую сумму здесь получается? Полторы и тысяча двести. Что? Две семьсот? Две семьсот. Ну, опять же, есть что покушать. Бывает, там приходишь, на тысячи две купил, и ничего покушать вроде как не то. Что здесь вроде как? Вот, ребята. Еще на прозапас чуть-чуть, да? Да. Ну, в принципе, нам этого хватит, я думаю, дня на четыре, на пять. На неделю. Ну, три-четыре, наверное. Да, я думаю, дня на четыре, на пять. Да, блин. Ну ладно, что? Давайте оставайтесь с нами. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok